Привет! Мы начинаем 12-й урок по программе iBooks After, посвященной работе с виджетами. Существуют следующие типы виджетов. Галерея, медиабраузер, упражнения, презентация, Keynote, интерактивное изображение, 3D-объекты и HTML-код. Практически все виджеты могут иметь заголовок, описание, подпись, фон и макет. С помощью виджета «Галерея» мы можем добавить последовательность изображений, которую сможет пролистать читатель. На панели инструментов щелкнем по кнопке «Виджеты» и выберем «Виджет галерея». Просто перетащим нужные изображения в область виджета, чтобы добавить их в галерею. Для изменения порядка изображений поменяйте их местами в поле «Медиафайлы галереи» меню «Взаимодействие» на вкладке «Инспектор виджета». Здесь же можно удалить изображение и включить отображение миниатюр в галерее. В проект можно добавить видеофайл с расширением M4V или аудиофайл с расширением M4A. Сконвертировать файлы в эти форматы можно с помощью QuickTime и iTunes. На панели инструментов щелкнем по кнопке «Виджеты» и выберем виджет «Медиабраузер». Перетащим файл из окна Finder или Медиабраузера в область виджета. Теперь на вкладке «Инспектор виджета» можно обозначить отрезок видео, который следует воспроизвести, выбрать кадр афиши, зациклить воспроизведение или присвоить ему полноэкранный режим. Виджет «Упражнения» предназначен для добавления в проект контрольных вопросов. На панели инструментов щелкнем по кнопке «Виджеты» и выберем виджет «Упражнения». Введем первый вопрос поверх текста заполнителя. Теперь перейдем в меню «Взаимодействия» в инспекторе виджета. Здесь можно добавить или удалить вопрос, поменять порядок следования вопросов. Здесь же можно изменить количество вариантов ответа на них. Чтобы указать несколько вариантов правильного ответа, выберем нужные пункты с зажатой клавишей «Command». В некоторые шаблоны вопросов можно добавлять изображение. Для этого просто перетащим файл изображения в виджет. Добавим в проект интерактивное изображение с помощью уже родного меню «Виджеты» и перетащим файл в область виджета. С помощью бегунка в нижней части объекта можно регулировать размеры как самого изображения, так и размеры конкретной метки. Для этого воспользуемся кнопкой «Назначить вид». Заполним метки своим текстом и перетащим указатели в нужные места изображения. В меню «Взаимодействие» в инспекторе виджета мы можем добавлять и удалять метки. Здесь же можно отобразить элементы управления для удобства навигации по виджету и включить отображение описания метки в боковой панели, если текст слишком длинный. В iBooks Author предусмотрена возможность добавления 3D-объектов. Для этого потребуется файл «Коллада» с расширением «ДАЕ». Тем не менее, сложные объекты с большим количеством многоугольников могут отображаться некорректно. Создадим нужный нам виджет и перетащим файл 3D-объекта в его область и настроим при необходимости автоповорот объекта или разрешим вращение только вокруг горизонтальной или вертикальной оси. Программа позволяет также добавлять в проект виджеты для файлов HTML-дашборд с расширением виджет и презентаций, созданных в программе Keynote. На этом мы заканчиваем 12-й урок. В следующий раз мы изучим работу с изображениями и фигурами. Субтитры создавал DimaTorzok